Тандерлейн и Рамбл. Кто за кем присмотрит? Автор Мандаринка 46. Читает Раймбл Дэш. Но я думала, что сдала все отчеты перед тем, как уйти в декрет. Оказывается, нет. Либо вы придете сегодня, сделаете отчет и сдадите его, либо попрощаетесь с работой. Боюсь, другого выхода нет. Что же, раз это необходимо, я приду к девяти и сделаю все, что положено. Рад, что мы поняли друг друга. До встречи. До встречи. Закончила миссис Мэй и повесила трубку. Ох, что же мне так не везет с начальством? Придется пойти на крайнюю меру. Как бы не хотелось, но придется. Было около семи часов утра. Этот звонок с работы разбудил почти всех в доме. Миссис Мэй и ее старшего сына Тандерлэйна. Остался спящим, только не слишком давно появившийся на свет младший сын Рамбл. Муж уже давно улетел на работу, поцеловав тогда еще спящую жену. Проснувшись от разговора, Тандерлэйн потянулся и, будучи пегасом, подлетел к своей маме, спросив, кто звонил. Что же, Тандерлэйн? Это с работы. Требует появиться и сделать какой-то там отчет, который я забыла сделать перед декретом. Правда, очень не вовремя. Я должна явиться туда к девяти, и все пони еще спят. Кто присмотрит? Она посмотрела на сына, внимательно слушавшего ее слова. Тандерлэйн очень любил свою маму и старался ей во всем помочь. И именно сейчас миссис Мэй поняла, что он может сделать. Конечно, ему будет тяжело, но это единственное решение. Сынок, я могу на тебя положиться? Могу я тебе довериться? Да, мама, что? Тебе придется целый день присматривать за Рамблом, покормить его, искупать и так далее. Ты же знаешь, я не могу его взять на работу, и папа тоже на работе. Я понимаю, это трудно, но я верю в тебя, сынок. Все, что надо будет сделать, я напишу на листке. Думаю, справишься, ведь ты уже взрослый. Тандерлэйну было приятно слышать, что мама считает его взрослым. А действительно, ему четырадцать лет, пора быть самостоятельным. Поэтому, даже не раздумывая, впрочем, у него выбора не было, он ответил. Можешь на меня положиться, я справлюсь. Рамбл со мной, как за каменной стеной. На то старшие браты нужны, чтобы заботиться о младшем. Рада твоему оптимистичному настрою? Ну, ты же знаешь... Да-да, перебил ее Тандерлэйн. Тандерлэйн. Жеребенок – это большая ответственность, с него нельзя спускать глаз и так далее, и так далее. Мам, все будет хорошо, даже отлично, и я ответственный. Я понял, о чем ты подумала. Про тот цветок, верно? Да, я забыл полить его. Из-за чего он завял. Но это было давно. С того времени я повзрослел. Тем более, я вижу разницу между растением и своим братом. В этот раз все будет по-другому, поверь мне. Я рассчитываю на тебя, – сказала она, поцеловав его в лоб. Как бы ее сын ни был самоуверен, но миссис Мэй любит его. Сын же все-таки. Так же, как и он любит свою маму. Рамбл, услышав разговор мамы и старшего брата, проснулся. Интересный момент. Хоть он и был еще совсем маленький, но Пегасик все отлично понял, что сегодня не мама будет за ним ухаживать, а Тандролин. Просто сказать об этом пока не может. Ничего удивительного. Хоть ты еще и маленький, но некоторые мозги у тебя есть уже сразу с рождением. Такая же ситуация с Рамблом. Только, в отличие от остальных же ребят, ему обсуждать и думать хочется всегда. Жалко, пока вслух, кроме невнятных звуков, серый Пегасик произнести ничего не может. Тандролин, когда был в возрасте своего братишки, тоже рассуждал. Просто сейчас не помнит этого, что вполне естественно. Хм, если я правильно понял, мама не будет, а следить за мной будет старший братец. Ха, хотя кого я обманываю? Уж кому и нужен присмотр, так только ему. Это же Тандролин, правда. Боюсь, он не справится со мной. Придется дело взять свои копыта. Не волнуйся, братишка. Рамбл тебя не оставит. Размышлял он, лежа в своей кроватке и пробуя собственное копыто на вкус, пока мама не поцеловала его напоследок. Список твоих обязанностей висит на холодильнике. Где что лежит, я тоже написала. Еще раз, ты точно справишься? Не сомневайся. Рамбл в надежных копытах, заявил черный пегас, взяв на копыта младшего. Да, мама, все будет хорошо. Пропищал он за Рамбла, после чего миссис Мэй попрощалась и улетела на работу. Все будет хорошо, только если я возьмусь за это дело и буду все контролировать. Что, собственно говоря, и буду делать. Убавил бы ты лучше свою горделивость, Тандерлэйн. Тебе самому нянька нужнее, чем мне. Сразу же подумал Рамбл, когда старший брат опустил его на пол и потрепал по голове. Впрочем, пегасику это понравилось, он рассмеялся от удовольствия. О, смеешься? Рад за тебя. Тандерлэйн отличный старший брат. Я не подведу ни маму, ни тебя, братик. Итак, сначала тебя нужно покормить. Все-таки раннее утро, ты наверняка голоден, как волк, верно? Спросил черный пегас, понимая, что Рамбл по-нормальному ему не ответит. Просто, чтобы отвлечь его и себя. И чтобы показать, что брат прав, пегасик сделал свой любимый жест пип. Тыкнул копытцем Тандерлэйн в нос, пропищав пи. Он частенько так делает и любит, когда пип делают ему. Поэтому старший брат в ответ тоже коснулся копытом носа Рамблом. Вероятно, это ответ да. Посадив братишку за столик, Тандерлэйн рылся в холодильнике в поисках его любимой еды. Молочной кашки и пюре со вкусом ромашки и морковки. Для взрослого пони дичь несусветная. Но Рамбл только и делает, что облизывается, когда мама кормит его. Иногда, к удивлению всех, пегасик хочет есть самостоятельно. И писком просит миссис Мэй дать ему ложку, чтобы он сам поднес ее к рту и съел кашку. Проблема в том, что большинство еды попадает не в пункт назначения, а мимо. Из-за чего ему не всегда разрешают есть самому. Но мама не злится. Понимает, что пока мал. И радуется, что сын хочет пробовать что-либо самостоятельно. — Светай, Селестя, как ты это ешь? — высказал недовольство черный пегас. — Ничего хуже не видел, да и пробовать не желаю. — Ну ладно, открой ротик, Рамбл. Ты же не хочешь, чтобы молочный поезд проехал мимо туннеля? — мямлил он, удивляясь, что на такие речи он способен. Но пегасик и не думал открыть рот, чтобы принять пищу. Только вылупил большие фиолетовые глаза в знак удивления и хлопал крылышками. — А, ну же, братец, смотри. — Вот паровозик едет. Чух-чух. Ту-туу. — А ну-ка открой рот. Пусти кашку внутрь. Изображал поезд он, смеясь в себя. Только Рамбл все равно сидел, как воды в рот набрал. — Тандерлейн, это ложка, а не поезд. Я видел в одной книжке, как поезда выглядят, так что бесполезно переубеждать. — Хм, а что если... — Хочешь сам попробовать? — Ну ладно, держи ложку. Удивился Тандерлейн писку Рамбла, желавшего попробовать скушать кашку самостоятельно. И, к его удивлению, он ее проглотил, совсем немного измазав мордашку. — Браво, Рамбл! Молодец! Давай-ка еще раз проделай этот трюк. — Ого! Он наконец-то смог нормально есть. — Твоя заслуга, Тандер... — Не закончил он свою похвалу, так как Рамбл свою вторую порцию засунул не себе, а черному пегасу в рот, пока тот болтал. — Предлагаю поменяться ролями. Теперь я буду тебя кормить! — думал серый пегасик, не выпуская ложку. Тандерлейн едва не выплюнул эту дрянь прямо в мордочку Рамбла и, вынув ложку изо рта, подлетел стримглав к балконному окну, единственное близкое место, и, сопровождаясь звуком рвоты, выплюнул всю еду прямо на улицу. Некоторые пони, увидев это, поторопились отойти от этого окна, но черному пегасу было все равно. Главная задача сейчас — не оставить ни кусочка этой кашки в себе. Желая избавиться от послевкусия, он вернулся на кухню, начал набирать воды в рот и полоскать его. — Ой, походу, моя еда не подходит старшим братьям, но хотя бы он сыт, — думал Рамбл, видя, как бедный Тандерлейн избавляется от противного вкуса. Хотя пока черный пегас прочищал рот, пегасик решил времени зря не терять, поэтому, подлетев, да, он уже немножко умел летать, но ему это не разрешали, к тарелке с кашкой макал копытом в еду и с удовольствием облизывал копыта. — Судя по твоим глазенкам, ты повелеселился от души, сучив свою еду мне, так еще и наелся, спасибо уж Рамбл. — Да и мне следует меньше болтать, — вздохнул Тандерлейн, махает обиды крыльями. — Ладно, ты поел, что там далее? — Ну, грязная мордашка нам ни к чему, поэтому пора купаться. — Нет, давай обойдемся без купания, я не люблю воду. — Действительно, пора купаться. — Ах, раз уж ты этого так хочешь, сам бы принял ванну, ей-богу, мылся бы сам, а не затаскивал меня, поэтому не будем мелить, сейчас нальем ванну. Вроде не горячая, не холодная, — проверил Тандерлейн воду, которую набрал для купания пегасика. Однако у последнего не было в планах купания, поэтому Рамбл придумал спрятаться. — Нет меня, значит, и купать некого. Но позже он придумал, где еще лучше. И не купаться самому, и продолжить заботиться о старшем брате. Сначала Рамбл покорбил Тандерлейна, жаль, что последний это не оценил, но все равно продолжим работать в том же духе. Пока черный пегас пытался подобрать идеальную температуру, Рамбл незаметно заполз под ванну и затаился. — Нет, слишком холодно. Добавлю немного тепла. Переключил черный пегас рычажок на горячую водичку. Как вдруг его кто-то как уснет в ногу, причем так сильно, зубы такие остренькие. Тандерлейн от неожиданности взлетел вверх с такой скоростью, что вандерболты, куда он мечтал поступить, позавидуют. И ударился головой о потолок, отчего слегка потерял координацию и плюхнулся в наполненную водой в ванну. И, как назло, вода оказалась чересчур горящей. Бенягу всего опалило — крылья, ноги, хвост. Он заорал во всю глотку. Выпрыгнув из воды, Тандерлейн ловил носом и ртом воздух, отряхивался, будто пес. И искал глазами полотенце, хотя оно уже не так было нужно. Но вместо полотенца он заметил серого пегасика, тихо сидевшего под ванной и немного мокрого от брызг. «Зато ты теперь, братишка, чистый. Я после тебя, хорошо?» — ледел на него большими глазенками Рамбл. «Ура! Так вот кто мне устроил такой свежащий и горячий душ! Давно я так не купался! Так бы и тебя бросить в эту ванну! Ох уж это! Тандерлейн хотел еще что-то сказать, но передумал. Своими воплями он обидел брата, вызов у него слезы и хныканье. Кстати, последний и не хотел плакать, просто он не на шутку испугался этих злобных криков. Да и обиделся, так как черный пегас не оценил созданное им купание по достоинству. «Оу, братик, не плачь! Прости, что накричал. Я... я не хотел, правда!» «Просто рассердился и сам не понимал, что говорю. Видимо, горячая вода подпалила немного мне и мозги. А знаешь, что я сейчас сделаю? Пип!» Успокоился он, коснувшись копытом носика Рамбла, переставшего плакать. А Пип только улучшил ситуацию, развеселив пегасика. «Надеюсь, ты меня простил, Рамбу». Но даже этот Пип не отменял ванну. Рамблу все равно пришлось терпеть, пока Тандерлейн тер маленькой мочалкой ему тело и гриву, убивая микробов, скопившиеся на пегасике за этот день. Он тихонько пищал и жмурил глаза, желая побыстрее вылезти из ванны. «Ну хватит! Я уже чистый! Хватит, Тандерлейн!» Вытерев его полотенцем, черный пегас надел мочизный подгузник и посадил его в коляску, собираясь отправиться на прогулку, так как список говорит, что пора гулять. Да и Тандерлейну уже не хватало свежего воздуха. «Что ж, Рамбл, вот мы и в парке. Чудесно тихо. Как раз для тебя, братец!» Сказал он, присев на ближайшую скамейку и поглядев на серого пегасика, смешно дрыгавшего ножками, наверное, в знак согласия. «Так, что я вижу? Брата, какое-то дерево, скамейку, как это по ней прошло. Что еще?» Играл сам с собой Рамбл, рассматривая мир вокруг себя. Как и любому другому жеребенку, ему нравилось изучать происходящее, понемногу набираться опыта. «О, погляди на Тандерлейну! Неужели нашлась какая-то кобыла, полюбившая его, и они завели жеребенка? А как это мило!» Послышались ехидные слова и звук двух приближавшихся пони. Черный пегас нахмурил брови. Из его рта послышалось тихое рычание. «Какая приятная встреча, честно! И какой у тебя, Шэдоу, потрясающий юмор! Я даже посмеяться забыл. Так что, ха-ха! Ты нам зубы не заговаривай!» Сказал Шэдоу, продолжая подходить ближе. «Что это вообще такое у тебя? Не ваше дело! Не наше станет нашим!» «Они уже совсем стояли вплотную с коляской Рамбла! Только попробуйте тронуть моего брата! Череп-то-то каждому проломлю! Проверим!» И он со всей силы вдарил черному пегасу в нос. У последнего потекла кровь. Он едва устоял на ногах. Как назло, Тандерлейн был слишком хорошо воспитан. Он не умел хорошо драться. Мог угрожать только на словах. Ждаль, что сейчас слова про череп не помогли. И Шэдоу во второй раз ударил черного пегаса, уже в брюхо, заставив его упасть. Но последний не так хотел дать сдачу, сколько защитить Рамбла. И чтобы это сделать, Тандерлейн умудрился сделать подножку Шэдоу, из-за чего последний упал, и черный пегас смог подняться на ноги. «Приветствую вас, тебя, пони! Я Рамбл! А ты?» «Я не понял! Куда ты меня потащил? Пусти! Пусти! Я не хочу! Тандерлейн! На помощь!» Закричал про себя пегасик, а на деле, сопровождаясь криком, заплакал. Пока Шэдоу избивал Тандерлейна, его друг Блейк стащил младшего и вместе с Тимом бежал, держа его в зубах. Услышав крик, старший брат Стримглав замахал крыльями, но и Шэдоу зря времени не терял. Схватил его за ноги, помешав полету. Тандерлейн тряс ногами, надеясь вырваться, но тот держал его мертвых хваткой. «Куда это ты собрался?» — кричал Шэдоу, сжимая нижние конечности противника. И тут у черного пегаса, на его счастье, возникла идея. Он, слегка взмахнув задними ногами, потянул противника вверх и со всего маху умудрился повернуться так, что вмазал копытами тому в морду, по зубам. Кажись, он сломал парочку зубов Шэдоу и даже немного испачкался в его крови, но теперь он вновь свободен. А Шэдоу, не ожидавший такого неслабого удара, валялся на земле, держась за челюсть и рыча от боли. Освободившийся Тандрлайн, не обращая внимания на последнего и смахнув еще шедшую кровь из носа, взлетел вверх и, набрав нужную скорость, совершил пикирование вниз под углом примерно 120 градусов, прямо на укравшего младшего братишку Блейка. Тот, снесенный ударом, упал мордой вниз, проехавшись треть фута по земле. Рамбл, правда, выскочил из его копыт, но Тандрлайн успел его подхватить, после чего обнял братишку. «Слава Селестии, он ничего не успел с тобой сделать!» «Фух», — сказал черный пегас, держа Рамбла и продолжая лихорадочно стряхивать с морды кровь, чтобы не испачкать Рамбла. «Спасибо, Шедо!» «А-а-а!» — вдруг пискнул серый пегасик. «Тандрлайн не понял этого, а зря. Блейк смог встать и со всей силы набросился на Тандрлайна, ударяя его по морде за свои мучения. Кровь из носа стала сильнее идти, зуб был выбит, на счастье последний молочный. Блейка охватила ярость. Он, устав бить его, прислонил копыток его к горлу, желая задушить. Тандрлайн пытался выбраться, но тщетно, как тисками он был зажат. Недостаток кислорода ощущался. Кровь сжатия опалилась изо рта. Глаза покраснели. Еще чуток, и черный пегас умрет. «Умри! Умри!» — проговорил Блейк. Как вдруг его кто-то в ногу кто-то как куснул, причем так неожиданно, что Блейк отпустил свою жертву, моментально отпрыгнувшую в сторону и глотавшую ртом недостающего воздуха. Оказывается, Тандрлайн, шибленный с ног, не удержал брата, а тот тем временем подполз тихо к мучителю и укусил так же сильно, как и Тандрлайна перед купанием. Даже все сильнее. Сделал то, что необходимо было сделать. Блейк хотел схватить Рамбло, но Тандрлайн, надышавшись, шиб его с ног, взял братишку и улетел домой. И про коляску он тоже не забыл. «Будь ты проклят, Тандрлайн!» — заорал Блейк, но братья уже не обращали на него внимания. «Удивительно!» — думал черный пегас. «Я никогда так не дрался. Даже не знал, что могу быть настолько проворным. Неужели я сильнее, чем кажусь? Мне бы и в голову не пришло ударить Шэдов по зубам, чтобы вырыться из его хватки. Если бы Рамбло не стащил Блейк, и мне не пришлось бы его спасать. Но по-другому быть не могло. Нельзя было допустить, чтобы они мучили моего брата. Я бы не простил себе этого. Получается, Рамбл прибавил мне ответственности и храбрости. И даже спас мне жизнь. «Поверить не могу!» «Я бы совсем задохнулся, если бы ты не провернул тот трюк!» «Спасибо, братец! Я у тебя в долгу!» — обнял Рамбла Тандрлайн. А тот сделал ему очередной, никогда не надоедающий всем пик. «Ох, и тебе спасибо, Тандрлайн! Неизвестно, что со мной бы сделали эти пони, если бы ты не бросился меня защищать!» Мысленно поблагодарил серый пегасик. Придя домой, черный пегас оставил кровотечение из носа, приложил к некоторым синякам на теле лед. В общем, оказал себе первую помощь. После чего Рамбл был покормлен им, переодет и уложен в свою кроватку, так как уже был вечер. На этот раз Рамбл не предпринимал попытки покормить Тандрлайн, так как очень устал за этот безумный день. На удивление, но серый пегасик заснул моментально, во всяком случае так Тандрлайн думал. Поэтому, погладив Рамбла перед сном, он лег на диван, стоявший рядом с кроваткой, и провалился в сон, иногда просыпаясь от ноющей боли на теле заслуги Шэдова и Блейка. Однако Рамбл, как оказалось, не спал, а ждал, пока Тандрлайн отключится. Как только это произошло, пегасик, махая крылышками, улетел из кроватки, пристроился у старшего брата под боком и тихонько засопел. «Не волнуйся, Тандрлайн, мы будем охранять сон друг друга. Зря я в тебе сомневался, прости меня за это. Ты лучший старший брат, который только может быть!» Зевнул Рамбл и плотнее прижался к боку черного пегаса. Вернувшаяся домой после работы миссис Мэй застала их спящими вместе, и ей было приятно видеть эту милую картину. «Не знаю, как сегодня проходили дела у Тандрлайна, но, думаю, он справился», – прошептала она. И, не желая разбудить своих детей, миссис Мэй тихо прошла на кухню и стала готовить себе ужин. И, не желая разбудить своих детей, миссис Мэй тихо прошла на кухню.